Советские музыканты армянского происхождения С тех пор, как Советский Союз перестал существовать, прошло ровно 30 лет. В течение почти 70 лет Армения входила в состав Советского Союза и за это время дала многое в науке, спорте, военном деле и, конечно, в музыке. Всех советских музыкантов армянского происхождения и не перечесть. Мы хотим сегодня вспомнить лишь некоторых из них, возможно, самых выдающихся на наш скромный взгляд. Если у кого-то из зрителей свой хит-парад советских музыкантов армянского происхождения, то напишите об этом в комментариях. Арам Хачатурян. Один из крупнейших композиторов 20 века. Советский дирижер, педагог, музыкальный и общественный деятель. Автор трех балетов, трех симфоний, шести концертов, музыки государственного гимна Армянской СССР. Произведений вокальной, хоровой, инструментальной музыки. Музыки кинофильмам и театральным постановкам. На наш взгляд, самый великий армянский музыкант 20 века. Его биография – это отражение сути Советского Союза. Родился в Грузии, всю жизнь прожил в России и упокоился на родине в Ереване. Микаэл Таривердиев. Советский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и спектаклям, а также более 100 песен и романцев. 4 балета, 5 опер, камерных вокальных циклов. 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. Песни и музыкальные темы Микаэла Таривердиева звучат в классике советского кинематографа. В 17 мгновениях весны, Иронии судьбы или с легким паром, еще в 130 советских фильмах. В 2002 году Микаэл Таривердиев вошел в Книгу рекордов Гиннеса, как обладатель самого большого количества премий за музыку, написанную для кино. Арно Бабаджинян. Советский армянский композитор, пианист, народный артист СССР. Арно Бабаджинян родился в Ереване в семье преподавателей. В 1926 году его талант был замечен Арамом Хачатряном. Композитор обрел огромную популярность как песенник, успешно сотрудничал с Робертом Рождественским и Муслимом Агамаевым. Песни «Королева красоты», «Позови меня», «Благодарю тебя», «Свадьба». Песни «Первой любви» и «Ереван» воспринимаются как гимн родному городу. Широчайшее признание имеет ноктюрн. Многое сделано композитором и в области инструментального джаза, и музыкально-театральных жанров. Им написаны мюзиклы «Дядя Багдасар», «Невеста с севера», «В горах мое сердце» и другие. Алексей Экимян. Советский композитор армянского происхождения. Автор популярных песен. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР. Генерал-майор милиции. Заместитель начальника Московского областного УВД. Алексей Экимян родился в Баку в 1927 году. В 1973 году по предложению Арама Хачатряна и Оскара Фельдсмана Экимяна принимают Союз композиторов СССР. Прожив две судьбы, генеральскую и композиторскую, Экимян оставался человеком скромным. Многие знакомые Экимяна только после его смерти узнали о его огромной славе в Армении. Песни Экимяна исполняли Анна Герман, Нана Бергвадзе, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Вахтанки Кобидзе, Муслим Агамаев, Лев Лещенко и другие популярные исполнители. Давид Тухманов. Советский композитор. Давид Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. Лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии Ленинского комсомола. В 1976 году вышел альбом «По волне моей памяти», написанный на стихи классических поэтов. Альбом был распродан тиражом в 2,5 миллиона экземпляров, что является абсолютным рекордом советского времени в жанре рок-музыки. В 1986 году Тухманов создал проект «Электроклуб», куда входили солисты Ирина Аллегрова и Игорь Тальков. Автор таких хитов, как «Чистые пруды», «Соловиная роща», «Как прекрасен этот мир», «Восточная песня» и самой главной песни Советского Союза и России «День Победы». Тигран Мансурян. Армянский композитор, народный артист, армянская ССР. Родившись в Бейруте, Мансурян 8 лет семьей переехал в Ереван, где живет до сих пор. Он одним из первых внедрил в армянскую классическую музыку композиционные современные приемы. Его произведения происходят от армянской народной музыки и старинных песен, которые представлены на современном музыкальном языке и отличаются яркими, выразительными мелодиями и тонами. Мансурян написал музыку к фильмам «Цвет граната», «Мы и наши горы», «Песень прошедших дней», «Танго нашего детства» и другие. Произведения композитора были исполнены в крупнейших концертных залах Лондона, Парижа, Рима, Милана, Берлина, Вены, Москвы, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других городов. Константин Арбелян. Армянский, советский пианист, дирижер, композитор, народный артист СССР. Уже в раннем детстве у него проявились музыкальные способности, и он поступил в школу для одаренных детей при Бакинской консерватории. В 1954 году с отличием окончил училище и поступил в Ереванскую консерваторию. В 1956 году был назначен дирижером и художественным руководителем Государственного эстрадного оркестра Армении, и проработав в этой должности 36 лет, вывел его в число ведущих джазовых коллективов СССР. С оркестром гастролировал более чем в 40 странах мира. Георгий Гаранян. Советский и российский джазовый, классический и эстрадный саксофонист армянского происхождения. Композитор и дирижер, художественный руководитель ряда музыкальных ансамблей, народный артист Российской Федерации. Гаранян лауреат многих международных джазовых фестивалей. В 1990-е годы создал московский биг-бенд. Был главным дирижером московского цирка на Цветном бульваре. Георгий Гаранян признанный мастер аранжировки. Он аранжировал пьесы многих отечественных и зарубежных авторов и поделился опытом в учебном пособии аранжировка для музыкальных и вокально-инструментальных ансамблей. Георгий Мавсисян. Советский и российский композитор армянского происхождения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России. Георгий Мавсисян родился в 1945 году в Харькове в актерской семье. Во время службы в советской армии играл на аккордеоне в армейском ансамбле. В этот период совместно с Давидом Тухмановым, тоже служившим в ансамбле, начал писать оркестровки. Композитор создал пять песен к пяти новеллам кинофильма «Мужчины и все остальные», где режиссером и исполнителем главной роли певца-комментатора событий стал Вахтанг Кикабидзе. Стас Намин. Советский и российский музыкант, композитор и продюсер. Художник и фотограф, режиссер театра и кино. Стас Намин, Анастас Микоян, внук одного из наиболее влиятельных советских политиков, в честь которого и был назван. Стас Намин – один из основателей отечественной рок-музыки, создатель и лидер группы «Цветы», автор таких популярных песен, как «Летний вечер», «Ностальгия по-настоящему», «Мы желаем счастья вам». Намин создал первый в России независимый продюсерский центр SNC – центр Стаса Намина, откуда вышли многие отечественные звезды. Он был организатором первых в стране поп- и рок-фестивалей, в том числе фестиваля мира в Лужниках. Создал первый в России театр мюзиклов, Московский театр музыки и драмы. Игорь Саруханов. Советский и российский поп-рок-певец, гитарист, композитор и поэт, заслуженный артист России. Родился в 1956 году в Самарканде. Предки по материнской линии происходят из Гориса, а предки по отцовской – из Степанакерта. Когда Саруханову исполнилось 4 года, семья в связи с необходимостью защиты отцовской диссертации переехала в Москву. В ансамбле «Песни и пляски» Московского военного округа Саруханов познакомился со Стасом Наминым. Вскоре после этого, в 1979 году, он был приглашен в ансамбль «Синяя птица», позднее в группу «Цветы». Сольная карьера Игоря Саруханова началась в 1985 году в рамках программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Игорь Арменович является одним из самых популярных советских певцов. Ирина Аллегрова Советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка России. Родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону в семье театрального режиссера Армянина Александра Григорьевича Саркисова и Серафимы Сосновской, актрисы и певицы. В 1991 году Ирина Аллегрова названа по итогам зрительского голосования хит-парада звуковой дорожки «Лучшей певицей года». Аллегрова – участник 10-й музыкальной церемонии награждения премии Armenian Music Awards 2009 в Лос-Анджелесе. Гостям была представлена песня «Жди меня, Армения». Ирина Отьева Заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов. С ранних лет была связана с музыкой. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, выступала в различных вокально-инструментальных ансамблях, участвовала в конкурсах. Ее песни вошли в более чем 20 пластинок и музыкальных сборников на различных носителях. Ирина Отьева снялась в двух художественных фильмах и исполнила песни в более чем 60 кинокартинах. На своих концертных выступлениях Отьева исполняет партии почти на всех музыкальных инструментах, включая ударные. Обладает уникальным голосом с диапазоном в 3,5 октавы. Андрей Бабаев Армянский советский композитор, заслуженный деятель искусств Армянской ССР. Андрей Бабаев родился в 1923 году в селе Масымна Мартунинского района Нагорно-Карабахской автономной области в армянской семье. Начальное музыкальное образование получил в Шуши. Творческую деятельность начал в 1943 году. Писал музыку к спектаклям и фильмам. Является автором музыки более чем к 50 песням, включая «Я встретил девушку» и «Только у любимой». Ливон Аганезов. Советский и российский пианист, композитор, актер и телеведущий, народный артист России. Ливон Аганезов окончил музыкальное училище имени Ипполитова Иванова, затем в 1967 году Московскую консерваторию по классу фортепиано. Примечательно, что свой творческий путь Аганезов начинал как дежурный концертмейстер. В роли аккомпаниатора музыкант работал с такими известными артистами, как Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Лариса Голубкина и другими. Был соведущим телевизионных программ «Белый попугай», «Суета вокруг рояля», «Добрый вечер» с Игорем Угольниковым. Как актер участвовал в спектакле Московского театра сатиры «Прощай конферансье». Жан Татлян. Советский французский эстрадный певец. Чья молодость пришлась на 60-70-е годы, готова заплатить любые деньги, лишь бы попасть на его концерты. Еще раз окунуться во времена беззаботной юности, ощутить приятную ностальгию вместе с мелодиями прошлых лет. Родился Жан Татлян в Греции, в семье армян. После того, как в 1956 году вместе с семьей поселился в Сухуми, устроился на работу в местную филармонию. Спустя пять лет его приняли в государственный джаз Армении в качестве солиста. После переезда в Ленинград его приняли в Лен-концерт. Вскоре Жан создает собственный оркестр, обязанности музыкального руководителя в котором выполнял Григорий Клеймец. Их связывала не только сцена, но и крепкие дружеские отношения, длившиеся годами. В СССР наибольшей популярности добился исполнением таких песен, как «Осенний свет», «Лучший город земли», «Море зовет», «Рай любви». В 60-х годах прошлого века тиражи пластинок Татляна превысили 50 миллионов экземпляров. Все были раскуплены. Александр Спендиаров. Советский армянский композитор, дирижер, народный артист Армянской ССР. Один из основоположников армянской классической музыки. Музыкальный общественный деятель и педагог. Учился в гимназии в Симферополе и теории композиции в Москве и Петербурге. В 1916 году в Тифлисе познакомился с Аваной Асамтуманьяном, который предложил взяться за оперную обработку его поэмы «Взятие крепости Тмок». Так родилась опера «Алмаст». Большую часть своей жизни прожил в Крыму. В 1924 году переезжает в Ереван и весь свой талант отдает армянскому народу. Создает симфонический оркестр, преподает в консерватории. Его имя носит театр оперы и балета в Ереване. Эдвард Мирзаян. Советский армянский композитор, педагог, общественный деятель, народный артист СССР. Первоначально обучавшийся музыке в Ереване и окончивший государственную консерваторию имени Комитаса, Мирзаян отправился в Москву для дальнейшего совершенствования своего искусства. В конце 1956 года он был избран президентом Союза композиторов Армении, который занимал до 1991 года. Он был профессором композиции в Государственной консерватории имени Комитаса и президентом Фонда мира Армении. Будучи президентом Союза композиторов, Мирзаян руководил развитием и строительством курорта Союза композиторов в Дилижане, который носит его имя. Роберт Амирханян – композитор и общественный деятель, профессор, заслуженный деятель искусства Армении, народный артист Армении. Родился в 1939 году в Ереване. В 1969 году Амирханян окончил Ереванскую государственную консерваторию. С 1969 по 1972 год был музыкальным редактором журнала «Армянское радио». С 1991 по 2013 год он занимал пост президента Союза композиторов Армении. Амирханян является автором многих популярных армянских песен, саундтреков к фильмам, мультфильмам «Опереты», а также первого армянского мюзикла под названием «Восточный дантист». Он написал музыку к 16 художественным фильмам и около 30 анимационным фильмам. Его песни исполняли Раиса Макартачан, Муслим Магомаев, Лариса Мондрус. В 2012 году за свою Ереванскую рапсодию был удостоен Государственной премии Республики Армения. Вячеслав Добрынин, Петросян. Советский и российский композитор, эстрадный певец, автор около тысячи песен. Отец – Галуст Аганесович Петросян, армянин. Уроженец Лари, подполковник. На войне его звали Григорий. Мать – русская, Анна Ивановна Антонова. Медсестра. Оба участники войны. Самые известные песни доктора Шлягера. «Все, что в жизни есть у меня» – «Прощай», «От всех вокзалов поезда», «Синий туман», «На теплоходе музыка играет» и многие другие. Виктор Харакидзян. Бас-гитарист и директор вокально-инструментального ансамбля «Поющие сердца». Родился в городе Армавир Краснодарского края. С детства занимался музыкой. В армии создал оркестр при Доме офицеров. Вскоре создал там свою бит-группу. После армии в 1967 году вернулся в Армавир. Там собрал свою бит-группу, которую назвал «Черные гитары». В группу «Поющие сердца» Виктор пришел к гитаристам. И только там волею обстоятельств стал бас-гитаристом и лидером этой группы. Наиболее известные песни «Кто тебе сказал? Листья закружат? Облака в реке». Николай Арутюнов. Советский певец, композитор, блюз и рок-музыкант. Вокалист групп Лига Блюза «Четверг» Арутюнова. Родился в 1958 году в Москве. Свою вокальную манеру формировал под влиянием американских и английских рок-блюз и соул-вокалистов. Таким образом, со временем он выработал собственный стиль. Сплав блюзовой фразировки, мощной подачи, широкого диапазона, экспрессивности и узнаваемости тембра. В общественном сознании Николай Арутюнов до сих пор остается блюзовым музыкантом, даже несмотря на участие во многих разнообразных проектах. Незадолго до своего ухода из жизни покорил всех своим талантом в проекте «Голос 60+.» Бока. Борис Давидян. Советский певец и автор-исполнитель. Родился 28 апреля 1949 года в городе Баку. С детства интересовался музыкой. Окончил музыкальную школу. В Ереване в 1972 году записал свой первый музыкальный альбом. В советские годы стал очень популярным солистом у любителей шансона. В его альбомах большинство песен его собственного творения. Хотя он пел также композиции Владимира Высоцкого и Аркадия Северного. Свои песни исполнял с особым восточным колоритом. Некоторые источники называют его классиком советского шансона. Вынужден был покинуть Баку во время событий на национальной почве в декабре 1989 года. В начале 1996 года проживал в Ереване. Зара Долуханова. Советская, армянская и российская камерная певица, колоратурная мецо-сопрано. Народная артистка СССР. Лауреат Ленинской премии. Обладая голосом диапазонов 2,5 октавы, комфортно чувствуя себя и в репертуаре мецо, и в репертуаре драматического сопрано, и всегда выдерживая стиль, какую бы музыку не исполняла. Большой стиль Зара Долухановой торжествовал на концертной эстраде, где утверждалась ее камерная близость с каждым отдельным зрителем. Время действовать прямо сейчас. Скидки на кровлю зависят от вас. Просчитай свою выгоду. Супер скидки на кровлю в кровельном центре. 8 800 1700 Звонок бесплатный. Звонок бесплатный.